Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих! С вами Александр Шадов, осьминог бесконечности. И сегодня у нас последняя лекция на тему современная философия, двоеточие, континентальное направление. Да, мы уже изучили аналитическое направление, теперь переходим к континентальному, но это не совсем последняя лекция, это последняя содержательная лекция по истории философии. Следующая лекция будет, в общем-то, завершающей, итоговой, в ней мы разберем, подведем итоги всему, что мы, в общем-то, прошли. Так вот, так вот, начнем, начнем с лекции. Под современной философией понимается история идей с 20 века по наши дни, включительно. Ну, ладно, иногда бывают некоторые исключения, в общем-то, в делении, иногда мы указываем на постсовременность некую, постмодерн, так называемый, и так далее, и так далее, и так далее. Но, в целом, обычно, да, и постмодерн включает современность, особенно в позднюю, ну, неважно, в общем. Современная философия. Современная философия условно делится на два направления. Это континентальное и аналитическое направления. С аналитической мыслью мы уже разобрались, но перед этим стоит проблема изучения... Ну, да, теперь перед нами стоит проблема изучения континентальной философии. Дело в том, что континентальная философия породила множество философских направлений. Например, феноменологию, экзистенциализм, философскую антропологию, герменевтику, структурализм, постструктурализм, постмодернизм, психоаналитическую философию, а также многие другие. Ну, то есть мы видим, да, уже большой такой обширный пласт всевозможных подходов. Не следует забывать, что в 20 веке продолжают развиваться марксизм, неокантианство, гегельянство, позитивизм и философия жизни. Все эти течения непосредственно также относятся к философии 20 века и континентальной философии непосредственно. Это те названия, которые только лежат на поверхности, а потому мы, да, не без оснований заявили в прошлой лекции, что континентальная философия более многообразна и многогранна, чем аналитическая. Ну, по крайней мере, по той причине, что аналитическая философия, в принципе, имеет некое единодушие. По ряду вопросов, конечно же, и, конечно же, по предмету, по разбираемым предметам непосредственно аналитической философии. Континентальная философия не имеет такого вот единодушия. Вот такого полноценного единодушия в ней нет. Есть множество разнородных течений. Но общие черты у них все-таки есть, мы их выделим уже ближе к концу лекции. Так вот. Фу. Но здесь же встает и проблема разбора континентальной философии. Каждое из ее направлений, которые, к слову, также не всегда были едиными школами, можно разбить на десятки персоналей, среди которых 3-4 человека будут основополагающими. Чтобы уложиться по времени, мы сосредоточимся на изучении самих направлений, а не конкретных мыслителей. Ну так вот, к сожалению, да, мы не сможем изучить Мартина Хайдеггера, например, отдельно в отрыве от всех остальных мыслителей. Ясперса мы не сможем изучить, например, тоже, к сожалению, тоже прекрасный мыслитель и эксистенциалист. Жан-Поля Сартра не сможем, Симону де Буар отдельно не сможем обсудить тоже. Мыслителей много, но и направлений тоже немало. Феноменология. Одно из первых таких и очень важных, и очень интересных направлений. Представители. Эдмунд Гусерль, Иоанн Дауберт, Адольф Рейнах, Макс Шеллер, Мартин Хайдеггер, Моррис Мерло Панти и многие другие. Включая Мартина Хайдеггера, да, ошибка. Так вот, тут еще проблема заключается у нас в континентальной философии. Вот мы, например, видим здесь такого товарища, как Макс Шеллер, также Мартин Хайдеггер. А Мартин Хайдеггер нами отнесен не только в феноменологию, но и в эксистенциализм по ряду причин. Также и Макс Шеллер. Он, по сути, начинал с феноменологии, но потом перешел на рельс, так скажем, философской антропологии. И можно назвать его одним из создателей этой дисциплины. Ну, по крайней мере, он внес в нее колоссальный вклад. Так вот, продолжим. О чем же феноменология? Каков у нее предмет исследования? Основной предмет исследования феноменологии, как следует из названия, это феномены. То есть явления, то есть то, что нам является. Феноменология стремится стать строгой наукой. Причем не просто строгой, строжайшей наукой. Той наукой, которая будет строже физики, биологии, любой другой науки. Даже строже математики, скорее всего. Так вот. В чем же суть? Она, в отличие от эмпиризма, имеет абсолютно строгое обоснование. И может послужить для обоснования других наук. На каком принципе? На том принципе, что у нас есть всевозможные феноменологические приемы, которые позволяют выделить из мира непосредственно явления в отрыве от их трактовок. Эмпиризм так не делает. Нет. Эмпиризм сразу с трактовкой берет вот этот вот факт, еще погружает его в трактовки теорий, совокупляет факты с теориями. И получается такая большая, большая идейная структура, которую якобы называют фактом очевидным. Но на самом деле, по меркам феноменологии, очевидно, что эмпирические факты, они не такие уж однозначные. Да. Так вот. Задача феноменологии. Феноменология. В познании полной системы образования сознания, конституирующих объективный мир. Феноменологический метод осуществляется целиком в актах рефлексии. Объект в интенсиональном анализе является всегда объектом для сознания. Он никогда не может быть объектом в себе, а является объектом воспринимаемым, вспоминаемым, представляемым, воображаемым и так далее. В естественной установке сознания, характеризующей обыденное научное мышление, объект сознания и реальный предмет, как правило, не различают. Давайте разберем, что здесь написано. Собственно. Начнем по всем словам, которые могут нам быть непонятны. В познании полной системы образования сознания, конституирующих объективный мир. Вот. Ну, собственно, объективный мир – это мир феноменов. Мы работаем с миром феноменов и выделяем там что-нибудь объективное, очевидное, самоочевидное. Одна из главных категорий феноменологии – это, конечно же, очевидность. Это еще Декарта следует. Основатель феноменологии Гуссерль, он был таким своеобразным, большим поклонником Рене Декарта. И он развивал в том числе его идею чистого «я». И на базе идеи чистого «я» он также выделял и феноменологические методы. Но также вспомним, что Рене Декарт был также одним из тех мыслителей, который в свою методологию вкладывал некоторое такое устремление, устремление к непосредственно очевидности. И оттуда у феноменологии, собственно, надо вырастать такое же стремление к очевидности. Но уже на более глубоком уровне и с более уже сложной системой. Так, продолжаем. Он осуществляется в актах рефлексии. Мы помним, что такое рефлексия. Мы Канта уже изучали. Объект в интенциональном анализе. А что такое интенция вообще? Интенциональность. Вот у нас есть здесь как раз определение. Что значит быть интенциональным? Интенциональность это быть направленным на некоторый объект. Вы меня сейчас слушаете. Я объект, который вы воспринимаете каким-то образом. Ваше сознание направлено на меня. Это и есть интенциональность. Заметьте, в философии очень много таких терминов, которые могут показаться вам сложными, но они на самом деле обозначают такие базовые основные вещи, с которыми, в принципе, вы все связаны. И с помощью слова интенциональность как раз вот эту вот направленность и определяют. Так вот. Объект в интенциональном анализе, то есть в анализе, в котором происходит вот это вот направление нашего сознания на некоторый объект, оно осуществляется, является всегда объектом для сознания. Ну, опять же, функционирует сознание. Все тоже понятно. Да-да-да-да-да-да, объектом воспринимаем. То есть, опять же, он никогда не является объектом в себе. Вспомним вещи в себе Канта. Нет никаких вещей. Ну, не то чтобы нет никаких вещей в себе. Не будем здесь приписывать Гусарлю какие-то утверждения. Но дело идет не о вещах в себе, которые никак, никаким образом не проявляются. А дело всегда идет о вещах для нас, о тех вещах, которые мы воспринимаем, и о том, как мы их воспринимаем. И цель, собственно, Гусарля – очистить, очистить все вот это вот, все наслоения ненужные, и получить в итоге сам чистый предмет. А на основании этого чистого предмета, чистого явления, чистого феномена, мы уже и строим строгую науку, основанную на очевидности. И вот эта вот строгая наука, основанная на очевидности, может стать более достоверной, чем современная научная система, например, которая не строится на такой очевидности. Так вот, в естественной установке сознания... Мы вот это уже прочитали. Что такое естественная установка сознания? Это вера в эмпирический опыт, по сути, и вера в его простую такую трактовку, где у нас все понятно, все совсем соотнесено, где у нас там, не знаю, вот у нас сила притяжения работает. На самом-то деле, в феномене силы притяжения нет. Мы не видим силу притяжения, мы не наблюдаем. Мы наблюдаем ручку, мы наблюдаем падение. При этом все, никаких сил мы не видим. Объявленности оно нам не дано. Мы придумываем, в общем-то, силы притяжения. Также математика. Когда физик чертит вот нам вот из центра вниз стрелочку такую, чертит там буковки разные, там F и равно какому-то там числу, это все наслоение, лишние наслоения, идейные, которые, в принципе, надо очистить. С помощью чего в феноменологии происходит такого рода очищение? Это редукция. Слово называется редукция. Можете даже как синоним очищение, так его... Или вынесение за скобки. Вынесение за скобки это уже слово употребляет в выражении самим Гуссерлем. То есть мы выносим что-то за скобки. Каким образом? Редукция означает редукцию вещей к феноменам. И вынесение за скобки обсуждения их реального статуса. Ну, то есть все идеи, все наслоения вокруг нашего восприятия мы должны убрать. Мы должны очистить предмет, очистить наше явление от непосредственно всех наших интеллектуальных и не только наслоений. И когда мы это сделаем, мы получим объективную картину явления. Вот она, очевидная. Сосредоточьтесь на этой ручке. Смотрите на нее, воспринимайте, созерцайте эту ручку. Проведите редукцию. Не знаю, она состоит из пластмассы. Но пластмасса это такое слово, понимаете, слово. Оно довольно абстрактное. Оно в принципе может ничего не значить. Оно не включено в наше восприятие, это слово. Мы не воспринимаем слово пластмасса, мы воспринимаем предмет. Предмет явленности. Оно явленное, и мы его вот видим. И мы должны очиститься от всего вокруг этого предмета. Интенциональность мы разобрали. Эпохи. Это принцип рассуждения философии, который означает приостановку всех метафизических высказываний. Суждение о бытии предметов, не воспринимающего его сознание. А вот как в феноменологии, кстати, воспринимаются еще и метафизические высказывания. То есть метафизическим высказыванием является любое высказывание, которое проводит суждение о бытии предметов, не воспринимающего его сознание. То есть эмпиризм, он в принципе состоит из метафизических высказываний, потому что он убеждает нас в том, что предметы существуют определенным эмпирическим образом. То, что они в общем-то есть, они существуют и вне сознания по сути они существуют. То есть вся аналитическая философия, которая тоже говорила об этой эмпирической связке, она тоже в принципе метафизично по гусорлю. Ох, беда, беда с этими философами. Все у них вот так вот и не сходится. Методология. В общем-то два основных методологических подхода у нас это созерцание. Созерцаем. И феноменологическая редукция. Уже обсудили. Все убираем. Все наслоения, там вот эта вот сила притяжения пошла вон отсюда, не знаю. Все наши там лингвистические какие-то наслоения. Все, все фу. Уйди. Уйди, уйди, уйди. От этого предмета мы его созерцаем непосредственно. В очищенном виде мы его созерцаем. Так вот. Во-первых, чистая феноменология отвлекается от естественной установки, то есть наивной погруженности во внешний мир. Наивная погруженность во внешний мир. Ну, естественная установка. Вот она, да, как раз. То, что мы, причем мы упрекаем естествоиспытателей с точки зрения феноменологии, это погруженность вот в этот вот мир внешний, который якобы независим от нашего сознания и от нашего восприятия. И сосредотачиваем внимание на самом акте сознания, в котором мир нам дается. Рефлексия. Не забываем, что у нас и происходит рефлексия. И мы отвлекаемся от всего, что не связано, в общем-то, с самим предметом. Во-вторых, феноменология берет эти переживания сознания не как конкретные факты, а как идеальные сущности. Что тоже интересно. То есть у нас происходит эвитическая редукция, мы отвлекаемся от конкретной фактичности и приводим все к общности. А в-третьих, феноменология не останавливается на редукции к переживаниям сознания. И далее уже не только внешний мир, но и сферу душевного сознания, как поток переживаний конкретного эфирического субъекта, редуцирует к чистому сознанию. То есть происходит редукция к чистому я. Трансцендентальная редукция, то есть. То есть мы постепенно по ступеням приходим к чистому сознанию. К тому самому хогету эргусум декартовскому, только уже более усложненному. Мы приходим к чистому я, по сути. Да, все случайное и фактическое исключается из опыта сознания. Довольно интересный феноменологический метод, который основывается на восприятии феноменов. И на, в общем-то, работе со своим сознанием и своим собственным я. Метод сложный. Метод мы сейчас его рассмотрели очень-очень схематично, очень упрощенно и, в общем-то, на любителя. А на любителя очень так, очень сносно. Но сейчас давайте, в общем, перейдем к следующему учению, которое во многом является родственным с феноменологией, потому что многие мыслители, так или иначе, которые принадлежали к этому течению, апеллировали к феноменологии. Это экзистенциализм, да, экзистенция, существую. То есть, так скажем, философское направление, посвященное проблеме существования, причем не просто существования, а существования человека. Да, представители. Карл Ясперс, Мартин Хайдеггер, хотя он сам не считал себя экзистенциалистом, здесь пометка, да. Мартин Бубер, Жан-Поль Сартер, Морис Мерло-Панти, который тоже был среди феноменологов. Симона де Бавуар, который очень тесно знаком с Жан-Полем Сартером. И Никола Абаньянов. Предмет исследования экзистенциализма, как уже было сказано, это человек и его существование. Да. Давайте-ка немного еще обратим внимание на разницу предметов между феноменологией и экзистенциализмом. А феноменолог концентрируется на феноменах. Он работает с сознанием, это безусловно. Он работает с внутренним миром, он работает с чистым я. Но он не ставит вопрос о существовании таким образом, как это делают экзистенциалисты. Притом экзистенциалисты часто отвлекаются именно от проблемы восприятия феноменов. То есть поэтому большинство экзистенциалистов, если они чистые экзистенциалисты, они к феноменологии не апеллируют. Есть мыслители, у которых есть работа феноменологического толка и экзистенциального толка. Это и Жан-Поль Сартер, и Морис Мерло-Панти, и Мартин Хайдегер в некотором роде. Но хотя у него там скорее присутствует в одних и тех же текстах смесь, с одной стороны, феноменологического метода, с другой стороны, отчасти экзистенциального, с третьей стороны, его собственного метода. И из этого, в общем-то, и складывается его книжка «Бытие и время», в которой, в общем-то, как раз присутствуют все три аспекта. Он там и феноменологию использует, и некоторые методы, очень похожие на экзистенциализм, и также свои подходы. Но Мартина Хайдегера разбирать мы сегодня, к сожалению, не будем. Так вот, основные положения экзистенциализма. Ну, вообще, начнем издалека. Экзистенциализм, он очень и очень разнообразен, конечно, в теории. Но преобладают, так скажем, более-менее пессимистические течения. Поэтому у нас основной, в общем-то, параметр, один из таких основных положений – это «Бытие к смерти», так называемое. Очень много экзистенциалистов рассуждают о горе, смерти, и при этом даже о некой свободе. Применительно к человеку его существование предшествует его сущности. Свою сущность он обретает по ходу существования. Человек делает себя сам. Он обретает свою сущность на протяжении всей своей жизни. Ну, то есть, вот одно из положений экзистенциалистов, которые часто указывают на то, что человек свободен. У него есть не просто какая-то абстрактная такая вот, или какая-то правовая свобода. Нет, у него есть реальная свобода в бытии. Он может делать что-то в бытии, принимать какие-то решения, и не только принимать решения, но и отвечать за них. Впрочем, может быть, это можно было бы в рамках того же экзистенциализма отвергнуть. Но продолжим. Существование человека – это свободное существование. Свобода подразумевается не как свобода духа, а как свобода выбора, который никто не может отнять у человека. Как правило, люди избегают осознавать, что они свободны, предпочитая жить, как заведено в мире. Неподлинно. Вот, заметьте, здесь уже проявляется такая литературная тенденция. Ну, то есть, неподлинно жить. Что значит неподлинно жить? Неподлинно существовать. Дело в том, что экзистенциализм не отвечает нам на вопрос, почему вот здесь наше мясное тело находится. Так скажем, вот мое мясное тело перед вами. Оно стоит. Мясо, кожа, кости. Нет, не вот этим вопросом существования задается экзистенциализм. Экзистенциализм, опять же, работает вот с тем, что находится у нас внутри. В нашем, так скажем, внутреннем мире. И поэтому подлинная жизнь, подлинное существование происходит через осознание этого существования и осознание свободы. И через ее реализацию непосредственно в мире. Наше тело в данном случае скорее косвенный агент, который позволяет провести эту реализацию и как-то, собственно, работать со свободой. И его существование, существование этого тела экзистенциалистам совершенно безразлично. Зато существование различных аспектов внутреннего мира, наоборот, не безразлично. В общем-то, отсюда и появляется антология человека. И в контексте изучения Мартина Хайдегера, то есть антология тоже учения о бытии, только уже о бытии человека. Мартин Хайдегер работает как раз с антологией человека как такового. И какие же свойства, в общем-то, антологически свойственны человеку? Что делает человека человеком и без чего человек не может существовать? Вот так вот задает вопросы, как минимум, антология Мартина Хайдегера. Которая, в принципе, созвучна с экзистенциализмом во многих положениях. И здесь тоже вот в ответ на вопрос со свободой. Что, без чего человек не может существовать? Без свободы. А, ну как же, если он существует, в общем-то, со свободой, почему же он может принять ситуацию, как заведено в мире? Да потому что у него есть выбор. Он может принять ситуацию, вот с одной стороны, как заведено в мире, а с другой, как не заведено и жить подлинно. То есть человек даже в этой ситуации способен выбирать между тем, как, в общем-то, жить, жить ему подлинной свободой, подлинной жизнью или неподлинной жизнью. То есть выбор в данном случае, в данном учении является фундаментальной, в общем-то, такой составляющей, без которой существование человека просто невозможно. Существование человека включает в себя ответственность не только за себя, но и за окружающих, поскольку мир, интерпретируемый свободой, есть целостный. Решая, как поступить, человек выбирает быть таким или другим всему миру и себя в нем. Временное и конечное существование – это также одна из тем, в общем-то, обсуждения экзистенциализма. Как я уже говорил, апеллируя к Мартину Хайдегеру, он обсуждает проблемы времени, бытие и время. Вот этот вот его текст, который как раз посвящен в том числе проблеме времени, временности и конечности. То есть концепция Мартина Хайдегера, как частный случай в данной ситуации, экзистенциальной философии, он как раз и посвящен вот этим вот проблемам. Временность, время, восприятие времени и конечность, то есть бытие к смерти, наша постоянная направленность в будущее. И через эту направленность в будущее, где мы наблюдаем, видим свою смерть, мы осознаем свое конечное существование. Например, по тому же Мартину Хайдегеру, люди тем и отличаются от животных, что они могут осознавать свою смерть. Животное просто живет по Мартину Хайдегеру, оно просто есть. Оно ходит, оно не осознает свою смерть, оно не осознает, что оно, в общем-то, откинет копыта через несколько лет и перестанет существовать. Нет, человек в своем бытии, в своей жизни, в своей экзистенции, он осознает свою конечность. В общем-то, вот и написано. Человеческое существование – это бытие, обращенное в смерть. Но в данном случае, в данном случае, сам Мартин Хайдегер не является именно оригинальным мыслителем в данной формулировке, что бытие человека конечное. Все экзистенциалисты на это опирают. И из этого рождаются многие окололитературные концепции. Опять же, заметим, что в число экзистенциалистов входит известный писатель Альбер Камю, не менее известный, в том числе, писатель Жан-Поль Сартер, не менее известная, в том числе, писательница и феминистка Симона де Бавуар. Экзистенциализм очень близок к такой эмоциональной и пессимистичной литературе, которая пытается разобрать сущность человека, его бытие, опять же, с одной стороны, но также его психологическую, его экзистенциальную сферу жизни, его эмоции, его чувства, как все это проявляется, как на человека влияет вообще вот это вот бытие к смерти. И как это в итоге выходит, это абсурдно или не абсурдно, как это влияет на человека, плохо или хорошо, какие, в общем-то, из этого происходят следствия и так далее, и так далее, и так далее. Экзистенциализм погружен в человеческое существование, в самые основательные его черты. Какие же термины использует экзистенциализм? Главный – это экзистенция, конечно же, то есть существование, уникальное и непосредственно переживаемое человеком существование. Так вот и тексты многих экзистенциалистов посвящены этой проблеме, и они, в общем-то, описывают человеческое существование, в его уникальности, конечно же. Ну и давайте разберем термин Мартина Хайдегера Дазайна. Это сущее, которое обладает способностью вопрошать о бытие. По сути, это бытие, присутствие, вот бытие, бытие, наличие, бытие, которое заброшено куда-то. То есть это такое бытие, которое имеет место. Имеет место, ну и время в том числе. Оно заброшено, оно, в общем-то, забрасывается в бытие, и не отвечает за эту заброшенность изначально. Его почему-то туда забросило, и уже там, в состоянии этой заброшенности, это бытие должно каким-то образом функционировать. Продолжаем. Разобрались с экзистенциализмом, его лучших проявлениях, по крайней мере, Мартин Хайдегер, который себя не относит к экзистенциалистам, к сожалению. Ну вот так тоже получается, что иногда мыслители, которые себя не относят к тем или иным направлениям, в итоге их исследователи многие относят. Ну, ладно. Вы знаете, что это проблема, так скажем. Это проблемное, в общем-то, утверждение было. Антропология. Ну, философская антропология. Представители Макс Шеллера и многие другие. Предмет исследования – природа и сущность человека. Вроде бы предмет антропологии очень похож на предмет экзистенциализма. Конечно, да, но... Тут мы разбираем не существование, а сущность человека. И природу его. Основные положения данного учения... Ну, мы будем разбирать сейчас все-таки антропологию Макса Шеллера. Она и более интересна, и более полна, более насыщена, чем многие другие антропологические философские системы. С ней будет просто вот интереснее и нагляднее. Главной задачей философской антропологии Шеллер считал раскрытие сущности человека. А то есть ответ на вопрос – что есть человек? И религии, и философии, написал он до сих пор, старались говорить о том, каким образом и откуда возник человек, вместо того, чтобы определить, что он есть. При этом Шеллер отчетливо осознавал сложность нахождения ответа на этот вопрос, поскольку человек столь широк, ярок и многообразен, что все его определения оказываются слишком узкими. Давайте-ка опять же вернемся вот здесь к такому интересному пересечению между антропологией философской, особенно антропологией Макс Шеллера, и экзистенциализмом. Все-таки проблематика очень похожа. И мыслители, и как сам вот Макс Шеллер, так и экзистенциалисты, они будут заниматься схожим проблематическим полем, который будет очень часто пересекаться. Ну то есть выделение отдельной философской антропологии, оно, конечно, имеет место. Но имеется ряд, в общем-то, показателей, по которым можно было бы даже объединить эти два течения. Например, в том числе экзистенциалисты, они разбирают не только существование, но и сущность, потому что они провели такое разделение, надо провести его до конца и разобрать все. Ну, продолжим, продолжим разбирать Шеллера. В философии позднего Шеллера речь идет о двойственной основе сущего, состоящей из энергетически самостоятельного мощного порыва и бессильного духа. Шеллеру характерно то, что поток действующих... Ну, для вот этой вот штуки, которую мы только что разобрали, для речи о двойственной основе сущего, вот для вот этой вот... Характерно то, что поток действующих в ней сил идет снизу вверх. Каждая высшая форма бытия опирается на энергию низших форм. Кстати, здесь вспоминается пирамида Маслоу, как мы помним. Она по тому же принципу организована. От низших к высшим в фундаменте находятся самые низкие, самые животные, самые физические вещи. А на вершине находятся уже более такие духовные, интеллектуальные. Да, противоположность порыва и духа предстает в учении Шеллера как полярная противоположность антологически изначальных потенций, которые встречаются в человеке. Понятие порыва охватывает хаотические силы неорганической природы и поток жизни, а также экономические, политические и демографические аспекты истории. Но вот здесь немножко тоже остановимся, потому что экзистенциалистов... Вот разница между антропологией и экзистенциализмом. В целом, экзистенциалистов не интересуют экономические, политические и демографические аспекты истории. Также многие аспекты духа тоже их мало интересуют. Антропологию интересует, потому что ее интересует человек вообще. Человек в целом, во всем своем сущем, во всей своей реальности, во всех своих проявлениях даже. Как мог бы проявиться человек, как объяснить все возможные его проявления. Так вот, понятие духа обозначает высшие идеальные эмоционально-ценностные формы бытия, как в личностных измерениях, так и в более широком плане содержания культуры. Центр актов, в котором дух проявляется в области конечного бытия, мы хотим обозначить понятием личности, радикально отличным от всех функциональных центров жизни, которые при рассмотрении из внутреннего называются душевными центрами. В общем, такая философия у Шеллера. Теперь перейдем к не менее интересной традиции философской, и не только философской, а вообще корень традиции, опять же, в христианстве зарождается. Это герменевтика. Основные представители Ханс Георг, Гадамир, Фридрих, Даниэль, Эрнст Шлеермахер, Полерикер и многие другие. Многие другие, да, потому что если мы будем перечислять всех герменевтов, их окажется там больше сотни. Но смысл. Предмет исследования. Толкование текстов, запятая понимание. Причем в рамках исторической и философской герменевтики толкование текстов и понимания, ну, практически один и тот же предмет. Потому что мы понимаем с помощью текстов, и разработка герменевтики нам во многом нужна для того, чтобы понимать тексты. Тексты других философов, литературные произведения и так далее, и так далее, и так далее. Перед тем, как мы разберем основные положения, давайте-ка немножко копнем в историю. Существует такая дисциплина, как христианская экзегетика. То есть, такая дисциплина, которая позволяет нам трактовать священные тексты, комментарии, какие-то тексты апологетов очень важные. В общем, каким-то образом их надо толковать. И у христиан была своя система. Из этого вырастает герменевтическая философия, которая вот Шлейермахером, она была и обозначена. Шлейермахер, он христианин. Ну, то есть, у него очень христианские отношения к миру. Он вообще очень позитивно относится комплементарно к христианству. То есть, ну, здесь все понятно. Этот человек решил перенести христианскую герменевтику. Он, тем более, был раньше всех вот этих вот мыслителей. Ну, то есть, он, считайте, основатель такой философской более-менее герменевтики. Он решил перенести христианские, так скажем, основания экзегетики на философскую герменевтику. И в том числе, литературную. Ну, так, в итоге продолжилось. А в 20 веке это дело продолжил Ханс Георг Гадемер. Что же у них, в общем-то, у всех получилось, мы сейчас узнаем. Основные положения. Это герменевтический круг, необходимость предпонимания, бесконечная интерпретация и интенциональность сознания. Да. А что такое герменевтический круг? Вот он у нас, герменевтический круг. Что же это такое? Герменевтический круг, как целое, понимается из отдельного. Но и отдельное может быть понято только из целого. Именно такую важность для данного искусства исполненно оспорима, что уже в первой же операции невозможно проделать без применения его. Да и огромное число герменевтических правил в большей или меньшей степени основывается на нем. Вот что такое герменевтический круг. Да, очень понятно, очень хорошо написано. Это, собственно, если не ошибаюсь, Шлейрвахер как раз и писал. Так вот. Что такое герменевтический круг? У нас есть текст. Текст. Мы начинаем читать текст по предложениям. Предложения складываются в абзацы, абзацы складываются в главы, главы складываются в текст. Вот. Такое положение. Так вот. Предложения внутри абзаца мы понимаем отдельно сначала. Читаем дальше. Потом понимаем предложения в контексте абзаца. С помощью предложений мы понимаем абзац. С помощью абзаца мы понимаем каждое отдельное предложение. С помощью каждого отдельного абзаца и предложений, включенных в него, мы понимаем главу в целом. Да, и с помощью главы в целом мы понимаем каждый отдельный абзац. Керминефетический круг, он постоянно возвращается друг к другу, он кружит постоянно. У нас есть главы, мы не забываем, в главах есть абзацы, в абзацах есть предложения, с помощью всей вот этой вот системы. Мы понимаем текст в целом, а с помощью текста в целом мы понимаем каждую отдельную главу, каждый отдельный абзац и каждое отдельное предложение. Все крайне просто. Ну, то есть, вы читаете там Достоевского, там написано «убил старушку». Убил старушку. Зачем? Зачем Раскольников убил старушку? Он дурачок, что ли? Нет. Если мы прочитаем это предложение в отдельности, мы еще ничего не поймем, зачем он убил старушку, зачем это предложение написано. А потом мы, ну не потом, мы вернемся немножко по сюжету назад, и в контексте целого текста-то вдруг окажется, что у него были определенные взгляды и причины, которые привели его к убийству старушки. Мы поняли все? Мы поняли все. Мы в контексте целого поняли частное, но в контексте частного мы поняли целое, потому что без частного целое не могло бы существовать. Таков германифтический круг. А следующий пункт, вот это вот необходимость предпонимания. Что же это такое? Предпонимание – это результат существования в исторически определенном мире. Он трактуется как необходимое условие любого понимания, не как препятствие на его пути. Ну, допустим, что такое предпонимание будет в данном случае? Ну, например, вы, христианин, вы читали там у кого-то, что Ницше – это просто антихрист, злой, злой, отвратительный человек, не знаю, гад с усами, убить, расстрелять его надо, да. Потом вы читаете текст Ницше, вдруг вам захотелось прочитать текст Ницше. У вас есть такое предпонимание негативное, направленное на этот текст. Вы не любите Ницше, вы ненавидите, вы знаете, что он антихрист, что он плохой. И читайте его текст из этого предпонимания. Предпонимание, оно есть всегда, в том или ином виде. Я сейчас вам привел пример радикального предпонимания, когда у вас есть такая яркая эмоциональная реакция на автора, которого вы собираетесь прочитать. У вас уже есть определенное его понимание до того, как вы приступаете к тексту. Оно у вас есть, даже если вы не видели, не слышали ничего про этот текст. Там, например, вы слышите название текста «Приключения. Путешествия на Запад». Да, в общем-то, китайский такой текст, и вы такой... Это, наверное, про пиндосов каких-то написано. Русские уезжают на Запад, чтобы зарабатывать там деньги. У вас возникает, допустим, такая ассоциация. Это определенное предпонимание. У вас может быть совершенно любое предпонимание к тексту, даже нейтральное. Вы смотрите «Путешествие на Запад». «Приключения на Запад». Не знаю, «Путешествие на Запад». Значит, это про путешествие будет. Значит, это какая-то адвенчура. Какое-то подвижное что-то там будет. На самом деле, текст действительно подвижный, но неважно как. Вдруг он был бы неподвижен, но был назван так. У нас складывается предпонимание. Да. И на Запад. И будут двигаться, главное, на Запад. Заметим, что значительная часть текста там тоже не двигаются только на Запад. Там есть определенные моменты в этом путешествии на Запад, когда они двигаются на Запад. Но первые разделы, книги, они посвящены Суню Куну. Человеку-обезьяне или обезьяне каменной. Трудно его описать. Такой потрясающе интересный персонаж. И, в общем-то, он как раз не движется только на Запад. Он начинает двигаться на Запад, когда он с буддистом как раз встречается. С тем самым, которому как раз и надо на Запад. И он как раз ищет с собой спутников. Так вот. Как вы понимаете, мы не можем из изначального предпонимания достигнуть вообще понимания текста вообще. Но, при этом, даже после прочтения текста, когда мы прочитали его один раз, у нас складывается новое предпонимание. Когда мы будем читать текст второй раз, у нас уже будет предпонимание после прочтения. То есть, и так постоянно читая, мы складываем новые модели предпонимания, которые приближают нас к пониманию текста. Бесконечность интерпретации – это правило, согласно которому мы постоянно будем находить в тексте что-то новое. Будем постоянно его интерпретировать. Постоянно находить какие-то вещи, которые можно каким-то образом, аллегорически или не аллегорически толковать. И это вызывает такую проблему, что каждый текст содержит в себе бесконечность интерпретации. То есть, мы не сможем остановиться, трактуя тексты, если очень сильно даже захотим. Ну, конечно, если захотим, сможем. Но если мы будем до конца честными к себе, судя по методу герменевтики, нет. Мы должны будем бесконечно интерпретировать текст. Даже если наши интерпретации в целом выходят за истину и за понимание, мы просто будем бесконечно его интерпретировать, порождая новые трактовки. Ну, и интенциональное сознание – это уже довольно такая традиционная штука для континентального направления, свойственна феноменологии, экзистенциализму и вот в том числе герменевтике. Почему свойственна герменевтике? Вероятно, потому что у нас есть Ханс Георгагадамер, который в том числе был учеником Мартина Хайдеггера, а Мартин Хайдеггер был учеником Гуссерля. И, в общем-то, такая у нас интересная цепочка получается, которая приводит нас к тому, что термины интенциальности все-таки разделяются и выделяются как отдельный термин. Просто вот тоже принципиально важно, что интенциальность, то есть направленность сознания, выделяют терминологически определенно связанные друг с другом персонажи. То есть, ну, в принципе, ее можно не выделять, она вроде бы как и сама по себе может быть понятна. Это может быть как, не знаю, глаз смотрит, сознание интенциально, ну, как-то так. Довольно, в общем-то, такой термин, который многие школы пытаются вот так вот принизить, убрать его из дискурса по той причине, что его просто произносить не всегда обязательно. А герменевтика, методология, какая она сама по себе есть, методология? Структурализм. Ох, начиная со структурализма, вот тут у меня начинаются у самого большие проблемы в понимании вот этих вот учений, потому что они довольно лингвистические, во-первых, и не только лингвистические, они работают с такими предметами, с которыми работать довольно сложно. И самое главное, это очень разбросанное учение. Например, у нас, с одной стороны, структурализм представляют Сосюр, Якобсон, Левистрос, Лакан, Барт, Фуко. Эти ребята занимаются совершенно разными вещами. Не знаю, Барт разбирает мифы, например, Фуко разбирает политику, власть, в том числе у него есть некоторые представления о структуре наук и так далее, и так далее, и так далее. И Сосюр, он больше занимается текстами, лингвистикой и так далее. Вот это Лакан, это Фрейдист, понимаете. Ну, то есть, это люди настолько разные, что объединить их в одно течение можно только из-за того, что у них похожий метод. Метод структурализма как раз. Какой предмет исследования структурализма? Ну, вот я вам сейчас перечислил, что методов, методов, в общем-то, много. Ой, предметов много. Социально-культурные явления, язык, человек и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но суть в том, что мы разбираем эти предметы с помощью метода. Объекты изучения в социальных и гуманитарных науках имеют относительную, а не субстанциональную природу. Вот что считали структуралисты. Социальный мир объединяется не в терминах индивидуального действия, а через отношения и отношения между отношениями. Целое образуется как их дифференциальная артикуляция. То есть, обратим внимание на существенное предложение. В структурализме все объясняется в терминах не индивидуального действия, а через отношения и отношения между отношениями. То есть, получается определенная структура. Вот из этого и складывается структура отношения и отношения между отношениями. Самыми главными для структурализма являются утверждения о том, что социальные и культурные явления не имеют субстанциональной природы, определяются своей внутренней структурой, отношениями между их частями, то что мы так что-то сказали, да, и своими отношениями с другими явлениями в соответствующих социальных и культурных системах. То есть эта концепция, вот этот вот подход, он разбирает структуры языка, общества, древнего общества, мифа, политики какой-то, каких-то политических установлений, каких-то институтов политических, институтов власти, институтов школьных, например, не знаю, интеллектуальных, так скажем, в науке тоже по-пу-по проявляется власть. Второе основное положение. Эти системы – суть системы знаков. А так что социальные и культурные явления – это не просто объекты и явления, но объекты и явления, наделенные значением. Да, таким образом у нас имеется определенная структуралистическая методология, которая опирается во многом на лингвистику, которая начинает становиться одной из таких наиболее влиятельных наук в 20 веке, науке о языке. А вот и постструктурализм. Что это такое? В общем-то, многие мыслители, некоторые мыслители, по крайней мере, из-за вот этого вот списка разочаровались в том, что они делали до этого. Структуры, 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 они оказались, ну что ли сказать, не так уж достоверны, как хотелось бы. Из этого вырастает предмет исследования постструктурализма. Это изнанки структуры. То есть структуры все еще есть, но у них есть определенная изнанка. Их можно вывернуть и посмотреть, что на ней находится. То есть существует не только одна структура, а некий такой задний фонд этой структуры. Представители данного учения Морен, Бадрияр, Дилез, Гватари, Ананси, Дрида, Барт, Кристева, Лакан, Фуко. Мишель Фуко один из самых знаменитых среди всех. Хотя вот здесь все знаменитые. Я собираю в этих списках представителей самых знаменитых персонажей в тех или иных течениях. Опять же мы можем заметить, Ролан Барт, Мишель Фуко, Лакан, они перекочевали из списка. Структуралистов и стали постструктуралистами. То есть со временем их позиции изменились. Также мы можем в итоге заметить, что вот эти вот персонажи, такие персонажи как Бадрияр, Дилез, Гватари, Деррида, да даже иногда и Барт, они потом перекочуют в следующее течение, которое мы будем рассматривать, это постмодернизм. То есть опять же, понимаете, вот эти вот направления, направления, они вроде бы существуют. Они выделяются учеными, исследователями данной проблемы, но при этом мыслитель и скачет по ним вот как только вот им не взбредет в голову. Структурализм, постструкторализм, постмодернизм вот-вот начинают прыгать туда-сюда на протяжении всей жизни. То же самое с феноменологией, экзотциализмом и антропологией. Любят вот так вот перемещаться внутри них и разрабатывать предметы с разных сторон, с антропологической, феноменологической, экзистенциальной. Здесь то же самое. Структурализм, схемы, системы, структуры, потом постструктурализм, изнанки этих структур. Так давайте разберемся с методом. Изнанками структуры может быть что угодно, в зависимости от того, что именно в структуре подвергается отрицанию. На месте безличной логики, эмоций и эффекты, например. Ну то есть вы наверное помните, что у нас произошло с историей философии. У нас сначала был доминирующий рационализм с начала нового времени и вот практически до конца 19 века. А доминирующий рационализм, а потом появился и рационализм, эмоции, эффекты, воля, изнанка. Получилось исторически так все, вывернулось наизнанку все. А на месте порядка, оказывается имеется некая случайность. На месте целостности, фрагментарность. На месте слаженного ансамбля, ансамбля нечто разнородное и не поддающееся взаимоприлаживанию. Не видите меня, что я не смог прочитать это слово с первого раза? Да, да, интересно. Так вот, из структуры можно выпасть в после структуру и в до структуру, в социально-политическое пространство игр власти и в полное отрицание социальности, как фикции, как условной записи средствами массовой коммуникации на теле каждого конкретного индивида. То есть мы опять же понимаем, здесь уже такой выход в постмодернизм, в том числе уже заложен в постструктурализме. При этом сам дух противоречия первенствует над собой, над любой субстанцией и над материалом. Если видеть структуру как органическое единство, то ей можно противопоставить механизмы. А если скажем конструкцию, то напротив ботанические резомы или биологические потоки всевозможных субстанций. Так что машины и органические здесь не исключают друг друга. В общем-то это метод, который нас отсылает к таковому хаосу, может быть даже сказать. Делес, Гватари, вот эти вот персонажи оба как раз писали про шизоанализ. То есть у нас есть вообще изначально... Так вот, психоанализ. А Делес и Гватари вводят шизоанализ, в котором они в том числе разбирают хаоидные элементы, элементы хаоса в нашем сознании. И в том числе вот здесь вот тоже проявляются постоянно различные элементы хаоса. Логика? Это порядок, безусловно. Но у нас появляются эмоции и эффекты. Хаос. А на месте порядка случайность. Хаос. На месте целостности, то есть порядка, фрагментарность распадается в хаос. А на месте ансамбля нечто разнородное в хаос опять. Да, структуры распадаются в хаос. И причем до структур есть хаос. Атомарные фрагменты, они разбросаны везде. И после структур хаос тоже есть. Несмотря на это единство, вся вот эта вот порядочность, а сам на самом деле имеет изнанку. Вот таким образом структурализм перешел в постструктурализм. Постмодернизм. Вот сейчас будет тяжело. Потому что что такое постмодернизм, непонятно толком вообще. А представители постмодернизма. Леотар, Бадрияр, Делес, Дорида, Гаватари. Допустим. Опять же мыслители пересекаются, вы опять же это уже видели. Что такое Леотар? Что сделал Леотар для постмодернизма? Он его выделил. Он его описал. А Бадрияр тоже описывал состояние постмодернизма. То есть Делес, Дорида, Гаватари. Вот уже может быть они непосредственно сами как таковые постмодернизмы. Но что это в принципе такое, толком объяснить нельзя. Это собрание каких-то разнородных мыслителей. Многие из которых сами себя не считали последовательными в кавычках постмодернистами. Потому что последовательными в данном направлении быть тоже как бы не особо можно. И вот здесь получается такая проблема. Что постмодернизм это такой термин, который, ну не знаю, может быть грубо так выразиться. Если это мусорка для тех мыслителей, которые кидают, ну не сумев распределить по другим направлениям. Притом заметьте, тот же Бадрияр, Делес, Дорида, Гаватари, они уже были распределены вроде бы. Но потом они начинают работать с постмодернистическими темами сами. И по-разному. Главное по-разному. То есть если у структурализма есть более определенный метод, то постструктуральный структурализм не неопределенный. У феноменологии вообще очень определенный хороший, понятный метод. У экзистенциализма есть какие-то тоже общие черты. То у постмодернизма все сложнее. Предмет исследования. Философия как таковая. То есть постмодернизм занимается во многом метафилософствованием. Мышление, культура и так далее. Основные положения. Постмодернистическая рефлексия направлена на доказательство невозможности философии как таковой. Невозможности выработки нового философского стиля мышления, понимаемого как создание целостной и объясняющей мировоззренческой системы. Постмодернизм принципиально не претендует на создание философской универсальной теории, уделяя пристальное внимание не объяснению всеобщего, а описанию игры частностями. Он связан с тезавуированием дискурса всеобщего. С осмыслением ситуации конца веков, для которых характерна сомнением невзыблемости мира и культуры. Убежденность в том, что с тем, чем имеет дело человек, по сути иллюзия. А выбор, который он совершает, возможен лишь в предпочтении плохого перед еще более худшим. На самом деле, прочитав все это, мы даже отсылок не получаем ни к одному из мыслителей, перечисленных выше. Леотар, Бодрияр, Делес, Дорида, Гватари. Они все очень разные, и вот все вот это вот у них, да, действительно представлено, но такое вот описание, оно не дает нам понять, на что опирались эти мыслители. Тот же Делес опирался на шизоанализ, на грамматологию. Дорида вот как раз опирался на анализ текста и прописывал весь мир, описывал мир как текст. Бодрияр описывал ситуацию, в которой все является симулякрами, то есть определенными симуляциями мира, ссылками друг на друга, гиперссылками даже, в которой уже нет никакой реальности. Весь наш дискурс, все наши диалоги, это такая ситуация, ситуация в мире, при которой мы не пользуемся терминами, апеллирующими к реальности. Мы выкинули реальность из нашего дискурса, так скажем. Мы общаемся с помощью ссылок, и ссылок на эти ссылки, вот эта бесконечная система ссылок друг на друга получается, то есть полная симуляция. Вместо реальности получается гиперреальность, вместо каких-то реальных предметов ссылки на эти предметы. Все стало слишком литературно, слишком пропитано, в том числе текстом, и поэтому все у нас это ссылки. В общем, такие концепции, они, конечно же, критические, критические к той культуре, которая развивалась до этого. Они все действительно объявляют этой культуре определенный вызов и определенно показывают этот вот конец времен, когда уже дальше сдвинуться, кажется, уже невозможно, потому что все возможные концепции, вот, с модернизмом подвергаются строжайшей критике. Но мыслители при этом все равно крайне разные, начиная от того, что они могут апеллировать к деконструкции, например, той же. Ну, то есть, хотя, с другой стороны, это тоже постструктуристично. То есть, понимаете, здесь настолько сложный дискурс начинается, что мы не можем разделить постмодернизм и постструктурализм местами не можем разделить. Потому что мыслители, которые входят в постмодернизм и постструктурализм, они пересекаются очень тесно. И темы одни и те же. И методы очень похожи. В том плане, что для достижения постструктуры нужно провести деконструкцию. А для того, чтобы, в общем-то, доказать все вот те положения, которые мы рассмотрели, тоже можно провести деконструкцию. Чтобы раскритиковать вот эту вот культуру, общество и так далее, и так далее, и так далее. В общем-то, постмодернизм это довольно странное направление. Перейдем к такому вот более понятному, в общем-то, психоанализ. Почему я вел психоанализ вообще в философию? Почему многие вводят психоанализ вообще в философию? Потому что почти все перечисленные здесь мыслители, это не только практики. И даже не столько практики, сколько теоретики. Конечно, Сигмунд Фрейд проводил определенные, в общем-то, опыты с людьми, пытался их вылечить. У него было множество наблюдений, он делал многочисленные выводы и на этом составил свою теорию. Но при этом все вот эти мыслители, которых мы сейчас перечислим, они тоже были преимущественно теоретиками психоанализа. И психоанализ тесно связан с философией. Вот как вот ни странно, это течение, но, наверное, даже более тесно, чем психология, сама по себе связан с философией. И как, с одной стороны, своим возникновением из того же, не знаю, волонтаризма Шопенгауэра и Ницше, из которых как раз выделяется воля, воля переначивается в бессознательное. Так и вот это вот продолжение. Уже впоследствии сами философы начинают цитировать психоаналитиков. То есть получается некая тесная взаимосвязь философии и психоанализа. Поэтому мы как бы нередко приписываем психоанализу статус не только психологический, но и философский. Представители. Зигмунд Фрейд, Карл Густав Юн, Кальфред Адлер, Отто Ранг, Жак Лакан, многие другие. Ну, жижик, наверное, тоже стоит, но он 21 века, не будем его пока трогать. Так вот, предмет исследования – это психика. Основные положения. Человеческое поведение, опыт и познание во многом определены внутренними и, как правило, иррациональными влечениями. Эти влечения преимущественно бессознательны. Попытки осознания этих влечений приводят к психологическому сопротивлению в форме защитных механизмов. Индивидуальное развитие определяется не только структурой личности, но и во многом событиями раннего детства. Комфликты между осознанным восприятием реальности и бессознательным материалом могут приводить к возникновению невротических черт характера, а также к неврозам, страхам, депрессиям и другим психоэмоциональным нарушениям. Освобождение от влияния бессознательного материала может быть достигнуто через его осознание. Например, при соответствующей профессиональной поддержке психоаналитика, но это уже больше практики. Термины. Сознание. Часть психики, осознаваемая индивиду. Бессознательное. Часть психики, процессы, в которые неосознанно и находятся в конфликтных отношениях с сознательными представлениями человека. Предсознательное. Часть психики, бессознательная в описательном смысле слова, но потенциально осознаваемая при направлении на нее внимания. Дальше есть и другое деление уже внутри философии Фрейда. Вот эти вот все термины. У него много различных терминов. Там, я не знаю, эрост, анатос и так далее, и так далее, и так далее. Это можно просто бесконечно перечислять. Различные комплексы можно бесконечно перечислять. Например, комплекс Эдипа, очень знаменитый. Ну, давайте не будем на этом останавливаться. Ид, это оно. Область влияния. Ну, то есть, разберем сейчас троечку. Ид, это оно. Эго, я. И суперэго, сверх я. Ид, оно, это область влечений, которым во времени создается, так, это сил влечения к жизни и влечения к смерти. Да, Ид переняло на себя многие характеристики, ранее относимые к бессознательному. Эго, это я, это инстанция, управляющая поведением и сознательным мышлением, а также отвечающая за действия защитных механизмов. То есть, вот у нас оно. Бессознательное я. Это, в общем-то, сознательное. Суперэго, сверх я, часть эго, выполняющая функцию самонаблюдения и моральной оценки. Суперэго образует в результате интроекции образов родителей и их системы ценностей. То есть, суперэго, сверх я, это даже в некотором роде множественное я, которое включает в себя сразу несколько таковых я. В том числе, родительскую. Моральная оценка тоже нас и к обществу относит, и к родителям относит. И, ну, к людям, у которых нет родителей, определенно на них влияют воспитатели и так далее, и так далее, и так далее. Методология психоаналитическая. В качестве метода лечения классический психоанализ Фрейда обозначает специфический тип терапии, при котором анализируемый пациент вербализует мысли, включая свободные ассоциации фантазии и сны. На основании чего аналитик пытается сделать заключение о бессознательных конфликтах, являющихся причинами симптомов и проблем характера пациента. И интерпретирует их для пациента с целью их разрешения. Ну, то есть, с одной стороны, понимаете, это не то, чтобы... Это не для философии созданное учение, так скажем. Психоанализ, оно не для философии, оно для лечения. Но при этом философских элементов, каких-то очень довольно-таки интересных и даже странных построений, психоанализе очень много. И на философию это, безусловно, влияет. Поэтому, ну, мы вынуждены поместить психоанализ тоже сюда. Ну, в принципе, в принципе, в принципе, мы с вами практически закончили. А давайте сделаем выводы. Континентальная философия довольно многообразна и сложна. Чтобы ее можно было достойно исследовать за такое ограниченное время. Из основных черт давайте обратим внимание на то, что она, во-первых, стала воистину гуманитарной. То есть, вот знаете, слышали, наверное, вот эту вещь. Философия – гуманитарная наука. Да, в 20 веке она действительно стала преимущественно гуманитарной, потому что именно в континентальном направлении, то есть в том направлении, где больше всего философских течений, разрабатывается гуманитарная проблематика. Есть аналитические философы, кстати, все равно разрабатывают больше проблемы точных наук. И лингвистики, которые в меньшей степени относятся именно к человеку как таковому, то есть к гуманитарному человеку. Да. Она больше относится к методическому исследованию. То есть, аналитические философы, они больше методологи, а вот континентальные философы, по большей части, гуманитарии. В самом прямом смысле этого слова. Предшественники вот этой вот континентальной традиции, то есть, не знаю, немецкая философия, философия нитшанства, Шопенгауэр, они не такие гуманитарные. То есть, у них есть описание мира, описание системы мира, какие-то большие системы у некоторых из них есть. В предшественниках континентальной философии мы встречаем построения, которые схожи с построениями физики. Есть натуралистическая философия. То есть, говорить, что философия по предмету и методу является гуманитарной в целом, может только человек очень глупый. Но здесь имеется одна оговорка. Философия в 20 веке действительно стала крайне гуманитарной. Да, есть еще одна черта. Практически все перечислены направления мысли. Так, знаете, да-да-да-да-да, все это я уже рассказал. Так вот, если 19 век, следующая черта, вторая черта, которая свойственна континентальной философии. Если 19 век переполнен сложнейшими системами, а многие мыслители пытались описать все сферы жизни в своих учениях, то в 20 веке преобладают частные авторы и даже направления, каждая из которых специализируется на той или иной довольно узкой проблематике. Ну, например, экзистенциализм. Существование человека. Его экзистенциальные характеристики. Феноменология. Феномены. Ну, то есть, феноменология не строит вам громадную картину мира, где у нас там абсолютный дух с одной стороны, с другой стороны физика, диалектическая логика. Все вот так вот строится. Тут и этика, и история вам сверху, а потом еще маркс-экономику вам добавляет. Вот еще все больше и больше и больше нарастает. Система. Система становится такой громадной. Это все сделали там один человек, потом два, три, немного доработали ее. И получилась клевая система. Нет, здесь это уже так не работает. Континентальная философия работает немножко по другим правилам. То есть, это философия частных проблематик и таких школ, направлений, которые разбирают эти частные проблематики, вжевываются в них, исследуют, читают, ссылаются. То есть, это более тонкая работа. Опять же, философия фактически измельчала из-за этого, кстати. То есть, да, великие систематизаторы превратились в частных авторов. Плохо ли это вопрос? Давайте не будем на него отвечать. Трудно сказать, так как систематизатор пытается объяснить все грани мира своей системой. И, как следствие, много чего не учитывает. То есть, с одной стороны, у него есть хорошая, классная, интересная система, которая действительно может нести в себе много нового. И для сторонних наблюдателей может стать источником каких-то откровений интересных. которые вот совсем являются мозговыносящими и могут действительно послужить методами, в том числе для создания наук, например. Науки или какой-нибудь другой альтернативной области в искусстве или чего-нибудь еще. То есть, систематизаторы, они, с одной стороны, положительно могут оцениваться, а с другой стороны, отрицательно. Потому что ни один человек сам по себе не может исследовать все области мира. Ну, например, Гегель что говорил про факты и так далее, про эмпирические, допустим, науки и про что-нибудь такое. Если факты противоречат моей теории, то тем хуже для фактов. Конечно, Гегель был тем еще хитрецом, как и многие идеалисты, потому что они полностью исключали из себя возможность проверки эмпирическими фактами. И это логически действительно следовало из их учений. Можно сказать, что их учения звучат так. Так, допустим, что в мире есть некая X, допустим, диалектическая логика. Если так вот есть, и есть этот, допустим, абсолютный дух, и мы это еще и докажем сверху с помощью своих умозрительных построений, то весь эмпирический опыт, он не имеет никакого вообще значения. И если ваш эмпирический опыт, то, что вы считаете эмпирическим опытом, противоречит вот моей замечательной великой гегельянской, или не гегельянской, любой кантианской теории, то тем хуже для фактов. Значит, эти факты не соответствуют истине. Но при этом, понимаете, вот с таким подходом, вот этот мыслитель, систематизатор, великий любой, включая Гегеля, он не мог разбираться во всем, он не знал всех областей, с которыми он работает. Возможно, он был слаб в истории и философии в том числе. Поэтому он довольно-таки странно трактовал некоторые ее эпизоды в своих исторических произведениях, которые, ну, действительно, описаны хорошо. Но, например, трактовка древних греков мне очень сильно не нравится с точки зрения диалектической логики. Ну, да ладно, да ладно. Так вот, вот этот вот минус, то, что вот человек с общей системой действительно может порождать какие-то очень уникальные творческие моменты, это плюс. А минус заключается в том, что он не основателен. То есть он многого не знает. Он может не знать, что работает там в мире, опытом, как производятся различные практики. Вот такие вот люди, они отходят на второй план. В науке то же самое, кстати, происходило. У нас сначала такие общие, такие, не знаю, ученые, которые у нас изобретают методы, которые исследуют все вокруг, все вокруг. Там Исаак Ньютон такой внезапно законы всего мира открывает и исследует с их помощью Библию и вообще все что угодно делает. Так прекрасно, замечательно. Но на самом деле ситуация значительно сложнее оказывается. Ну, то есть оказывается, что он много чего не учел. И тут то же самое. То же самое получается. Постепенно, как и наука мельчает, из общих наук фундаментальных становится больше частных, мелочных. То же самое происходит и с философией. Как раз по тем же причинам. Потому что один человек не может в своей голове содержать все знания даже какой-то вот одной дисциплины. И это очень довольно-таки становится трудно. Частный мыслитель может досконально проработать свою тему и разбираться в ней даже лучше, чем ученые, занимающиеся похожей проблематикой. Что действительно является большим преимуществом для философов. То есть можно продлевать изучение различных философских школ и так далее, и так далее, и так далее. Будучи при этом абсолютно основательным, включая в себя все факты, которые известны, разбирая те или иные положения, или даже опираясь на те факты, которые неизвестны ученым, но при этом досконально проработаны другими философами. И получается очень сложная система с огромным колоссальным количеством томов, как и у каждого мыслителя, так и у всех представителей того или иного направления в целом. Формируется просто большая колоссальная проблематика, где частная проблема разрабатывается, ну, очень хорошо. Да, философия изначально стремилась к таким радикальным обобщениям, к философским системам. Я считаю это хорошо, я считаю это тоже полезно, с одной стороны. Исключать полностью из дискурса систематизаторов из какой-то философской моды нельзя. Но с другой стороны, вот это вот переключение на частности, какие-то более частные аспекты, оно не является очевидно плохим. Ну, является ли новое образование вот этой вот философии сказать трудно, потому что от исконности вот эта вот частность, она действительно отошла. Но большая основательность это, конечно, плюс. Конечно, плюс. Ну, вот мы, в общем-то, и закончили последнюю содержательную лекцию по истории философии. Не забудьте посмотреть завершающую лекцию, в которой мы подведем итоги. Итоги. Итоги, все, что мы, в общем-то, с вами прошли, все, что смогли изучить, мы как-нибудь вот это все систематизируем еще дополнительно, сверху. Ну, чтобы это не ушло, в общем-то, в небытие вашей памяти, и чтобы вы как-то это могли осмыслить. Спасибо большое вам за внимание. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Изучайте философию, интересуйтесь ей. Если вам что-то понравилось, обязательно обращайтесь к этим авторам и читайте их работы. Восьмикратно прощаюсь. Восьмикратно прощаюсь. Восьмикратно прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok